Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы Букинфорум студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Большая энергетика в малых городах. Председатель Брестского госполкома проверил ход строительства Белозерской ТЭЦ. Проблемы проблемных домов в областном центре. Глава региона Константин Сумар провел инспекцию строящихся жилых домов в городе Бресте. Вековые тайны Брестской крепости. Мифы и реальности археологических раскопок в цитадель над Гугом. Секреты супружеского долголетия. Золотой юбилей отпраздновала счета Толмачевых. У природы нет плохой погоды. Есть метеозависимые люди. Как избежать негативного влияния атмосферных изменений? Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас и не только о них. Начнем с деловых новостей. Вопросы, касающиеся энергетического комплекса Беларуси, находятся под пристальным вниманием главы государства. Александр Лукашенко указал на особую значимость энергетики для успешного развития экономики страны. Цитата. Энергетический комплекс, безусловно, является одной из ключевых, стратегически важных отраслей экономики. Я бы сказал, фундаментальной отраслью экономики. И на нее завязаны другие экономические процессы в нашей стране. Любой сбой в ее работе может привести к крайне негативным последствиям, поскольку затрагивает все без исключения отрасли и систему жизнеобеспечения страны. Конец цитаты. Анализу подверглась и Березовская ГРЭС. Выявлен ряд недостатков в ее работе, которые следует устранить до конца текущего года. В пятницу, 16 августа, глава региона Константин Сумар с рабочим визитом побывал на Белозерское ТЭЦ, на которой ведутся работы по реализации китайско-белорусского инвестиционного проекта. Парогазовая установка – 427 МВт. На какой стадии находится строительство и что еще нужно для завершения? Ответ в первом материале выпуска. Строительство парабазовой установки ведет китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация. Над данным проектом китайские и белорусские специалисты трудятся 24 часа в сутки. Высокая автоматизация производства не только позволяет сэкономить средства, но и уложиться в нужные сроки. Около 70% строительства Белозерской ТЭЦ уже выполнено. Площадка нового блока парагазовой установки находится рядом с уже действующей электростанцией, что имеет ряд преимуществ. В частности, не потребовалось осуществлять отвод земли. Кроме того, в Белозерске хорошо развита энергетическая инфраструктура. А как известно, вопрос энергосбережения в нашей стране стоит остро и находится под надзором главы государства. На данном объекте мы максимально прилагаем все усилия, чтобы ввести в срок. И по сути дела у нас нет никаких предпосылок, чтобы его не ввести. У нас есть утвержденный календарный график, в рамках которого мы работаем. И на сегодняшний день я могу сказать, что каких-то фобий и страхов, что из-за чего-то мы не введем, у меня нет. Работаем хорошо, работаем нормально. Да, напряженный режим работы, потому что три года строили, все устали, все хотят ввести, но работаем на результат. Так что каких-то проблемных вопросов в конкретно данном случае я не вижу. Эта станция как раз, это то, что, как я говорю, это наше будущее, это будущее энергетики. И эта станция нам даст очень серьезную экономию для нашей энергосистемы Брестской области и в целом нашей республики. Наша электростанция, особенно Белозерская, она неэкономная. Она расходит очень много, в то время, когда во всей Европе примерно 210, 215, 220 грамм, или в других странах. Мы же, я уже говорю, расходуем 325 примерно грамм топлива. И вот это как раз азораспределительная станция даст нам возможность выйти на европейский уровень потребления или использования топлива на единицу электроэнергии. Но инспекцией одной Белозерской ТЭС рабочий визит главы региона не ограничился. На повестке дня уборочные зернобобовых. Константин Сумар посетил СПК Нарутовичи. Кукурузные поли, процесс уборки початков, их зрелости наливни, что не ускользнуло от придирчивого взгляда главы региона. Ведь в этом году в Брестской области планируется убрать порядка 130 тысяч гектаров кукурузы, насилос и более 50 тысяч на зерно. А главное, за счет этой культуры планируется восполнить недобор зерна колоссовых. Тот необходимый максимум, даже не гружа, а минимум, а максимум кормов, которые мы должны иметь по травянистым кормам, на одну условную голову он будет, конечно же, в какой-то степени даже перевыпан у нас в Брестской области. Это значит, что мы будем иметь возможность производить больше молока и производить больше мяса. Вопрос наболевшей крайне неприятный. Уничтожение поголовья свиней. Константин Сумар, понимая проблему с точки зрения обывателя, все-таки руководствуется позицией человека от власти. Только такие меры, как уничтожение свиного стада на текущий момент, позволят избежать более серьезных последствий. К тому же компенсацией за уничтоженных животных будет возможность приобрести поросят по себестоимости к моменту разрешения свиной болезни и снятия карантина. Мы сделали все необходимые работы для того, чтобы выполнить требования наших предврачей, санитарных служб и не допустить распространения вот этой болезни. У нас проблема другая, что мы приняли решение, это что и правильно, чтобы в 5-километровой зоне и население, которое содержит свиней, их убило. И вот здесь есть, конечно, определенные проблемы, где-то недопонимание может быть населения, но надо сказать, это единицы. И если мы не сделаем все возможное по локализации, распространению этой болезни, то нашу область могут также закрыть с нашей продукцией, и мы не будем иметь возможности продавать ее за пределы нашей страны. А я должен сказать, что одно продовольство, если в общем объеме, то мы продали за прошлый год более 1 миллиарда 200 миллионов долларов в шах. И это огромное количество нашей продукции. И тем более все то, что мы говорим о переуполнении наших планов, это все идет именно, должно реализоваться за пределы республики, потому что для нас хватает примерно 40% того, что мы производим. Все остальное работаем на внешний рынок. Кристина Лесник, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. На этой же неделе, во вторник, 13 августа, глава региона Константин Сумар и мэр областного центра Александр Полышенков проинспектировали ряд строящихся объектов города Бреста, находящихся в различной степени готовности. Под пристальным вниманием, конечно же, оказались проблемные дома с затянутыми сроками строительства. Во время рабочей поездки говорили и обсуждали много вопросов. Но самое главное – это сроки строительства и объемы финансирования, а также оптимальные варианты решения возникших в отрасли проблем. Удастся ли выполнить все распоряжения главы региона? Ответ в следующем материале выпуска итоговой программы. Брещина всегда была и остается самой строящейся областью Белоруссии. Чтобы не говорили, как бы не сетовали предвзятые оценщики, строительство ведется. Да, есть просчеты и недоработки, есть проблемы, но есть в большинстве случаев и причины на то. Сегодня в регионе к разряду проблемных, то есть с затянутыми сроками строительства домов, относятся 33 объекта. Пять из них в областном центре. Все пять посетили в ходе инспекционной поездки глава региона и мэр города Бреста. На строительной площадке в северном городке, которая включает 8 жилых домов, заслушав доклады маститых строителей, руководителей строительных компаний, а также лично пройдясь по этажам, Константин Сумар отметил высокую степень их готовности, а самое главное – качество, которое, несмотря на все проблемы, соблюдается. Спрос за это будет жесткий. Качество, я должен сказать, неплохое у нас в области. И строители уже научились строиться, хотя тоже есть шероховатости. А что касается жесткости, то я же вижу, что иногда они хотят, чтобы им дали какую-то душину. Там, где не должно быть, там, где по срокам, по технологии, с качеством, эти работы можно выполнить и выполнить срок. Поэтому мы так и ставим задачи, чтобы не рассчитывали на какой-то перенос. Вот и все. Каждая строительная площадка подверглась детальному анализу проблемы, их причины, устранения, сроки. Вот главное, на что было обращено внимание губернатора. До конца года все 33 дома должны быть введены в эксплуатацию. Отговорки в расчет браться не будут. Сроки переносить так же никто не станет. Это вердикт. Что касается окончания их, так вот эти 33 дома, которые у нас считаются, ну, как много квартирные дома, и которые надо заканчивать в этом году, они все будут закончены в этом году. Проблемные дома, о которых тоже наслышана вся наша страна, это Обликовские, Гиппопотамусы, там, они тоже, вы видели, вот сегодня они очень хорошие готовности, и, в принципе, по ноябру месяц они все будут сданы. Долгостроев на Брещене больше не будет. Что касается Обликовских, набивших оскомину домов, губернатор подчеркнул, что за три года области удалось закончить строительство четырех домов. Если бы на оставшихся объектах не было проволочек с оплатой со стороны членов кооперативов, дома могли бы быть сданы еще год назад. Неоднократно во время рабочей поездки Константин Цумар говорил о домах повышенной комфортности, которых в области строится достаточно много. Кто может платить бешеные деньги за квадратные метры, пусть строят. Другое дело, если речь идет о льготном кредитовании жилья для нуждающихся. Что касается кредитования, тем более льготного кредитования для нуждающихся, которые дает государство, то мы говорим о том, что мы должны построить, чтобы там было удобно жить, но без изличия. Подземные гаражи, другие какие-то навороты, ну зачем это нужно? А это очень много надо денег затратить уже для того, чтобы ту квартирку построить. Поэтому от этого будем уходить и сейчас, это дома. Ну, в принципе, вот все дома, которые строятся с поддержкой государства, они должны быть комфортные, удобные, но без излишеств. И тогда будет выдерживаться тот норматив по стоимости одного квадратного метра, который требует и глава государства. Брестские строители умеют работать, поэтому задействованы на всех ведущих стройках страны и за рубежом. Но необходимо уделить серьезное внимание вопросам проектирования. Строительство нужно вести не с листа, а по готовым проектам. Тогда не будет этих недосчетов финансирования. Нарекание на то, что планировали построить дом за одну сумму, а через год выходит уже другая. Нас считают, что надо нам давать больше прав и спроса больше именно на региональном уровне. Создавать те же строительные объединения на базе какого-то треста, но чтобы они были в регионе, чтобы они занимались объектами и регионального уровня, и те объекты, которые будут строиться, например, в Минске или в другой области. Мы от этого не будем ходить, тут нет никакого страха. Вот я на это надеюсь, что мы полностью проведем нормы наши, то русло, которое давно уже нас, президент, требовал от Министерства строительства переходить на европейский уровень и проектирования, и нормирования. Последний пункт инспекционной поездки – западный обход. Срок сдачи первой очереди – 1 сентября. Конечно, журналисты не смогли не узнать. Сроки будут соблюдены? Как мы и говорили, к 1 сентября полностью этот обход пойдет в строй. Потому что здесь идут уже, так сказать, вот такие работы под чистка. Основное все здесь сделано. И останется только положить второй слой асфальта, который мы уже после всей работы сделаем. И поэтому к 1 сентября, как мы, так-то я говорил уже в одном из интервью, будет сделан этот обход. В народе говорят, что когда дождь идет во время решения каких-либо дел, это во благо. На протяжении всего интервью губернатора любопытствующим журналистам шел дождь. Сначала мелкий, а потом основательный. Это хороший знак. Лариса Осмоловича, Андрей Щербан, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите выпуск итоговой программы «Сейчас» о других новостях. Раскопки, которые в последнее время проходят в районе Брестской крепости, находятся под пристальным вниманием общественности. Отслеживаются все процессы, но особенно сегодня – те работы, которые ведутся неподалеку от Тереспольских ворот. Если народ чего-то не понимает или не знает, он начинает домысливать. Поэтому наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая задалась целью узнать, что происходит на археологических площадках цитадели, и развеять все мифы, которые бродят по городу над Бугом. Как много тайн хранит Брестская крепость. Но потихоньку они приоткрывают свои завесы, причем не только ученым, но и простым обывателям. Археологические раскопки, которые проходят в Брестской крепости и в ближайших к ней территориях, помогают подтвердить или опровергнуть новые факты. Обычно такие работы проводятся перед проектировкой и постройкой новых объектов и дорог. Это позволяет сохранить и не разрушать культурное и историческое наследие. Городом было принято решение провести дорогу на территорию Купринского умоцования Брестской крепости, с метою в пыльном сенсии вырешить питание господарчего кшталту. Дорога будет проходить в улице Гоголя, и она будет пересекать Зубачева, и празмост выходит на Купринское умоцование. В связи с ГЭТМ робится документация, проектная документация, в рамках которой необходимо провести археологичное доследование той территории, по которой будет проходить дорога. Одна из последних уникальных находок – фундамент фасадной стены Михайловского проезда 1834-1836 года постройки. Здание было частично разрушено в 1944 году, когда саперы попытались его разминировать. Внешний проезд был очень похож на Северное ворота. К сожалению, найти археологам удалось лишь фундамент, который, кстати, хорошо сохранился. В ходе наших археологичных доследований мы высветили, что решетки внутренних помешканий вала, которые примыкали в свой час до одного из первых въездов с исхода Михайловской брамы, они заховались в добром стане, и находятся не глубоко, литерально 20-30 сантиметров от поверхности, и находятся они на пластах больше раннейшего походжения. У Тереспольских ворот также проводятся раскопки под руководством Александра Башкова. Работы серьезно контролируют саперы, ведь никогда не знаешь, с чем придется столкнуться. В будущем они помогут точно восстановить мост, функционировавший более ста лет назад. Поэтому и долгоиграющая история о том, чем же на самом деле занимается группа Александра Башкова, весьма интересная. Были поставлены перед нами задачи по археологическому доследованию конструктивных элементов Тереспольского моста. В рамках створения историко-культурного комплекса Брест есть пропонова, есть заходы на то, как обновить Тереспольский мост. В связи с этим мы провели доследование баз под опоры Вантового моста, которые будут обновлены по архивным материалам, фотоматериалам, которые имеются в распоряжении проектных организаций. Работы проходят не только на берегу крепости. Идут активные разработки прилежащих территорий. Во всем археологам помогают студенты исторического факультета университета. Работы идут своим чередом. Что еще удастся найти, пока остается тайной. Но, возможно, скоро археологи откроют новую страницу жизни легендарной крепости, которая гордо стоит на Берестейской земле. О любви не говорят, о ней все сказано. Но как много говорим мы об этом чувстве, находя новые красивые слова, метафоры и насказания. Воспетая сотни тысяч раз в романах и стихах, любовь находит свое подтверждение в реальной жизни. Супруги Толмачевы, Валентина Петровна и Евгений Александрович, 11 августа отпраздновали золотую свадьбу. 50 лет несут они в своих сердцах теплоту и нежность по отношению друг к другу. И с года в год крепнет их взаимная привязанность. Они уверены, что прожили такую славную и счастливую жизнь только благодаря любви, которая связала их 50 лет назад. На праздники по случаю торжественного бракосочетания побывала Лариса Смолович. Светлое и чистое чувство, связавшее Валентину Петровну и Евгения Александровича Толмачевых в уже далеком 1963 году и по сей день присутствует в их сердцах. Листая страницы семейного альбома, рассматривая фотографии родных и близких, сына, внучки и правнука, они вспоминают себя молодыми. Живо каждое мгновение, как впервые увидели друг друга, как пробежала между ними та искорка, которую именуют любовью. А начиналось все в кинотеатре центральной города Тула. Там встретилась молоденькая продавщица Валя с курсантом артиллерийского училища Жени. Пошли провожаться. Вместе с ними была подружка. Она красивее меня, такая красивая. Думаю, ну, наверное, он за ней идет. Ну, а тут подходим к остановке. Значит, Вале надо было ехать на автобусе. Подходит автобус, она села, а он остался. Думаю, а чего он остался? С ней не поехал. А сердечко не екнуло? Думаю, ну, не пойму, в чем дело. Ну, и что? Гляжу, начивали, помахали, маручка, все. Ну, и я уже иду. А он за мной плетется. Думаю, ничего себе. Тут, думаю, наверное, за мной идет. Он, девушка, можно с вами? Я говорю, то идите. Я говорю, что мне, дороги жалко, что ли? Знаешь, как это? Идите. Он идет. Идет. Потом, значит, я уже дошла до дома. А он говорит, а можно вас встретить завтра или когда там? Я говорю, ну, можно вообще-то. Ну, дайте номер телефона. Позвонил. Начались первые свидания, встречи, а потом свадьба. Без золотых колец, без шикарных застолий. Он в военной форме, она в скромном платьице. Но не в этом суть. Шли все 50 лет бок о бок. В их жизни было все. И трудности, и радости. Ведь не зря говорят, жизнь прожить, не поле перейти. Пережили, да. Все пережили. Все было. Было и хорошее, было и плохое. Были и под бомбежкой в Египте во время военных событий. Так что все. Мы оттуда приехали с едыми. 67-й год. Война была. Да, поэтому все было. Вот для молодых людей, что можете сказать вы, Валентина Петровна? Ой, чтобы они уважали друг друга, понимали друг друга и любили друг друга. Евгений Александрович. То же самое, что я могу добавить. Ничего. И чтобы они, молодые люди, не забывали родителей. Вот. Не забывали. Потому что они сами тоже молодцы. Они тоже сами будут когда-нибудь такими старенькими, как и мы. Да. И поэтому, чтобы они не забывали родителей своих. Все. Все стойко переносили. Вместе. И сегодня считаю, что помогало преодолеть все невзгоды любовь. А еще время было такое, когда испорченное чинили, а не выбрасывали на свалку. Это, к слову, о разводах. Самое главное в семейной жизни, Евгений Александрович, на ваш взгляд, мужской офицера такого. Самое главное в семейной жизни что? Что бы понимали друг друга. А любовь. А уже любовь потом придет. Да. А они не будут друг друга понимать, это будет не любовь. Это будет, ну, бутафория. А на ваш взгляд? Ну, тоже самое, понимание. Да. Чтобы понимать друг друга. Ну, и прощать друг друга, если что-то такое, конечно. Ну. Ну, иногда злишься, конечно. Ну, что делаешь? Ну, надо прощать. Поэтому судьба подарила им праздник, который дано отметить очень немногим. Как награда за бесконечную верность, любовь и терпение пришла к Валентине Петровне и Евгению Александровичу, к людям, особо отмеченным судьбой, золотая годовщина свадьбы. Не зря символом этого юбилея стал самый чистый, твердый и драгоценный металл. Как сказала пожилая героиня одного старого фильма, среди людей встречаются утки и лебеди. У серой кряквы новая пара каждый год, а у белокрылых птиц одна на всю жизнь. Вера Петровна и Евгений Александрович Толмачевы, несомненно, белые, прекрасные лебеди. Мы так дружили, что мы не чувствовали этого расстояния. Мы отдыхали вместе, и в санаторий ездили вместе, на Черное море ездили вместе. Мы очень много-много дружим, давно дружим. Это прекрасная пара, прекрасная пара. Только пример можно брать. Это как огонь и пламень. Огонь – это Валентина, огонь и вода. Женя, он такой экстравагантный, он такой вспыльчивый. Валентина Петровна, одно спокойствие. И вот они уживаются, и я считаю, что на этом противоречии двух таких стихий. Вот у них и такой получился прекрасный брак. Золотая свадьба. Дано жить, я считаю, что и дожить до этого праздника только избранным Богом людям. Потому что что золото ценится, как золото? Это прочность и ценность. Вот им это и присуще. Они создали очень прочный союз. И самое важное – это их отношения. Золотая свадьба. 50 драгоценных лет. Эта дата означает, что уже никто и ничто не в силах расторгнуть тот длительный брак. Муж и жена обмениваются кольцами. Звучит долгая горько, которая кричат золотым новобрачным. Их сын, внучка и правнук, родные и близкие. Ведь на таких праздниках очень много гостей. Тем, кто прожил вместе столько лет, есть с кем разделить свою радость. Я бы хотел, как сын золотых юбиляров, пожелать молодым семьям, для того, чтобы пронести это чувство, ради которого они встретились и вчера зарегистрировали свой брак, называемый любовью, надо многое. Надо запастись терпением. Надо научиться уступать друг другу и уважать друг друга. Тогда и у них будет такой золотой юбилей, будет такая же красивая золотая свадьба, будут такие же красивые дети, внуки, правнуки. В общем, молодым семьям я желаю дожить в совете и любви до такого же золотого юбилея. Ну, а золотым юбилярам здоровья. Знаю, что бабушка и девушка очень любят друг друга. Мне кажется, что с их семьи можно брать пример. Так как они прожили свои 50 лет, я думаю, что если мы со своим мужем так проживем, то это будет очень замечательно. Они такая пара, которой молодежи нужно брать с них пример. Пожелаю также любить друг друга, уважать, ценить здоровье крепкого. Ну и чтобы они еще долго радовали нас своей семейной парой такой счастливой. Жизнь супругов Толмачевых – прекрасный пример любви и взаимопомощи. Узы брака не стали для них цепями, а превратились в тонкие золотые нити духовного родства. Благодаря взаимной поддержке жизненные тяготы не согнули спину Евгения Александровича, а глаза Валентины Петровны благодаря любви супруга сверкают бриллиантами. Человечные, добрые. Друг к другу хорошо подошли. Обычно очень много разводов. Все нормально. Среди военных тоже много разводов бывает, но у них такая семья стабильная. Самое главное в супружестве что? Верность, любовь. И тогда все остальное приложится? А все остальное идет сюда до кучи. Евгений Александрович, просто вот ее половинка в самом деле. Не потому, что она, кто-то сказал, терпеливая. Она трудолюбивая и терпеливая. И вот этот труд жизни, не только труд потрудиться в огороде, а именно труд совместной жизни, сохраняет их брак. Я желаю им прожить еще столько же. Как весенний паводок быстро прошли 50 лет семейной жизни. Годы доказали, что Валентине Петровне и Евгению Александровичу Толмачевым присущим мудрость, чувство ответственности, преданность семье еще, доброта, щедрость души, высокая порядочность и, конечно, любовь. Мы счастливы. Нам удалось прожить 50 лет вместе и будем еще продолжать 50 лет вместе жить. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Антон Луговкин специально для итоговой программы. У природы нет плохой погоды. Слова песни известны нам с детства. Однако далеко не все разделяют это мнение. Согласно данным статистики, от погодных капризов страдают около половины населения земного шара. Головная боль, слабость, быстрая утомляемость или же просто плохое настроение – это далеко не все прелести, которые в медицине принято называть метеочувствительностью. Что это? Болезнь или всего лишь временное недомогание? И как научиться жить с метеочувствительностью? Ответ вы узнаете в нашем следующем материале. Вера Пастушенко – метеоролог со стажем. Наблюдая за капризами погоды, без малого 35 лет. За это время женщина успела не только послать тысячи метеотелеграмм в гидрометеоцентр страны, но и в прямом смысле слова прочувствовать на себе все причуды погодных явлений. Чем становится человек старше, тем, да, и я тоже в том числе при пониженном давлении в атмосфере, мне тоже очень плохо, как бы состояние плохое. Болит голова. Состояние такое, ну, скажем, нехорошее. Симптомы знакомы каждому третьему жителю нашей планеты. Если у одних при изменении погоды начинается мигрень, появляется слабость и боль в суставах, то другие, словно живые барометры по своему самочувствию, могут определить атмосферное давление и даже прогнозировать предстоящий дождь. Все это – реакция ослабленного организма, не успевающего адаптироваться к капризам климата. Неблагоприятным погодным фактором относятся, во-первых, резкие скачки температуры. Например, установлено, что если суточные колебания температуры составляют 15 градусов и более, то очень страдает иммунная система, что приводит к значительному росту числа вирусных инфекций. Плохо люди переносят сильный ветер, высокую влажность воздуха, особенно люди с рематоидным полиартридом и подагрой, например. Плохо также переносят магнитные бури, которые увеличивают частоту мозговых инсультов на 25%. Также замечено, что именно в период магнитных бурь значительно увеличивается количество преждевременных родов. Как же обстоит дело с погодой в городе Надбугом? По словам сотрудника Брестоблгидромета Светаны Жагальской, Брест находится в переходной зоне между морским и континентальным климатом, что обуславливает хоть и довольно мягкий, но весьма неустойчивый характер погоды. Брестская область вообще для нее характерна атлантический перенос, западный вынос, поэтому очень высокая влажность относительная по области 78-80%, значительная облачность, которая формирует осадки. И на основании всего этого можно говорить, что Брест находится в зоне достаточного увлажнения. На приближение циклона, предстоящую бурю или дождь, реагирует около 75% сердечников. Продолжает этот список люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто страдает недугами суставов. По словам медиков, метеозависимость – болезнь, которая с годами только молодеет. Поэтому жалобы родителей на то, что определенные дни месяца их детишки начинают капризничать, уже не удивляют медиков. Неблагоприятно реагируют на изменения погодных условий не только взрослые, но и дети. Перегружены уроками, долгим сидением перед компьютером и перед телевизором. И обычно в эти периоды они говорят, что у них болит голова, они очень быстро устают, у них плохое настроение, они эмоциональные. Их тоже нужно от этого оградить. Официального диагноза метеочувствительность не существует. Но все же погода действительно влияет на наше самочувствие. Причем не всегда наилучшим образом. Врачи уверены, что если хотя бы три часа в день гулять на свежем воздухе, недомогания во время гроз и сильных ветров будут переноситься гораздо легче. А если пополнить рацион здорового образа жизни, закаливанием, правильным питанием и другими полезными привычками, метеозависимость и вовсе отступит. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Букинфорум. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале БукТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресенье 18 августа в поле повышенного атмосферного давления на Брещене ожидается теплое, преимущественно без осадков погода. В ночные и утренние часы кое-где образуется туман. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 17-19 градусов со знаком «плюс», максимальная днем до 29 градусов тепла. В понедельник, 19 августа, на большей части территории Беларуси еще сохранится влияние антициклона. На Брещене по-прежнему будет солнечно и сухо. Ветер южный, умеренный. Столбики термометров начнут подниматься. Температурный фон ночью составит 20-22 градуса. Максимальная температура в течение дня составит 28-30 градусов. Редактор субтитров А.Семкин